Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Идут на предпоследнем месте Причем команда-то играет Неплохо в целом Просто ничьих очень много У них 6 матчей 4 ничьих, 1 победа 1 поражение За счет ничеек просто не выехать По очкам за победу дается 3 поинта За ничью только 1 поинт И тяжело на ничьихах Ворваться Как показывает практика даже в стадию плей-оффа Для того, чтобы в флей-офф попасть, достаточно просто не занять последнее место из девяти оставшихся команд, потому что экзекрейшн на последнем уже расположились, и, соответственно, играть турнир не будут. А дроид, которые до этого на многих лигах выступали очень неплохо, которые до этого могли составить конкуренцию даже Фнатик, по крайней мере, в сериях непосредственно. Сейчас, ну, просто им где-то не везет, где-то сами виноваты. Посмотрим, что они покажут здесь. Победа сейчас, например, со счетом 2-0 обеспечит хороший такой подъем в таблице. Они сумеют сразу же обогнать и Неон, и еще несколько команд. В общем, три очка позволят этому коллективу сразу же перейдить пять команд. Четыре команды, ладно. Четыре команды и ворваться на пятую строчку. Я думаю, это то, что им нужно, но Неон, естественно, не хотят позволять сопернику зарабатывать очки. Ну и посмотрим, кто из них окажется круче. А Дроид сыграли меньше игр, чем Неон. Поэтому, то есть, матч в запасе еще есть. Должна быть интересная дота, и драфты уже интересные. Как минимум, снизу мне нравится, что появился Дарксир. Я пока не понимаю, с кем он должен работать и как, потому что под него, ну, максимум какой-то Р-Спирит есть. Это старая комбинация, которая когда-то была достаточно эффективной. Кинул щиток на Спирита, и тот влетел в нужную цель. Но как-то этого маловато, у Е никакого нет. Больше под стяжку тоже ничего нет. Может быть, следующий герой нам это обеспечит. Но остался герой какой-то в центр. Фантом Лансер, понятное дело, пойдет в легкую линию. Дарксир в офлейн. Спирит четверка, Энчантрис пятерка. Пока все выглядит именно так. У него он поинтереснее, вот понадежнее, что ли. Суперметовый ТБ нынче. Особенно это показывает Китай. Но другие регионы как-то не играют сейчас. То есть есть Китай, есть Юго-Восточная Азия. Но в Китае ТБ сейчас, пожалуй, топ-1, может быть, топ-2 к эре-герой. И его используют абсолютно все. Он очень силен. Гудкинг показывал еще в прошлом патче, в конце патча, насколько этот герой хорошо работает. Ну и здесь, я думаю, ТБ работать должен по тому же принципу. Разве что сборки могут быть не такими интересными и прикольными, как это делал Гудкинг. Тинни, Эмберспирит и Пугна. Достаточно товарищи гибкие, могут пойти на разные линии. Но, скорее всего, здесь Эмберспирит все-таки должен занимать позицию центральной линии. И Тинни и Пугна, соответственно, кто-то в оффлейн, кто-то четверка. Как-то так они будут располагаться. Я вот вижу, пикнули Дума. Опять же, вспоминаем Китай. Опять же, вспоминаем САК. Опять же, вспоминаем, как это команда играла против Эмберспирита со своим медовым Думом. Это было очень сильно. Я тогда в гранд-финале, или это был не гранд-финал, это был финал лузеров. В общем, САК играли против кого-то, РНЖ, по-моему, да? Да, это был финал лузеров. И там я как-то легко сказал, что Дум, да уничтожает Эмберспирита в центре вообще без шансов. И по игре потом не дает ему нормально в доту играть. Поэтому конкретно в центре я ставлю на Дума. При равном скилле игроков должен Дум переигрывать Эмберспирита без шансов. Дум таким образом быстро достаточно выфармливает. Его здесь есть чем убивать. Тут и прокаст очень сильный пуг на тине Эмберспирит. Но плюс Дума в том, что он будет одного из этих магов выключать. После чего уже ему будет попроще. Физику здесь вменяемую имеет до поры до времени только ТБ. У Дума проблемы, естественно, в первую очередь с броней. Но Дум, который покупает... Я прям вижу, как он покупает себе здесь БКБ и не боится вообще никого. Затыкать можно хоть ТБ, хоть Эмберспирита, кого больше нравится. Заткнул ТБ, тот не даст Сандер, значит, скорее всего умрет. Заткнул Эмбера. Этот герой становится просто бесполезным у драки. Потому что бегать пешком и руками бить он, естественно, не захочет. Дум под землей высокого левела здесь сжигает и пугнует дисраптора. Мне очень нравится Дум конкретно здесь. Но у меня возникает вопрос сразу по Дарксиру, по саппортам. Как они побеждать собираются. Интересные, в общем, драфты. Тут еще дисраптор взяли. Появился, в смысле, для команды Неон на ласт пик. Но это саппорт. Опять же, очень много магов. Я прям вижу, как Дарксира покупает себе пайп. Как Дум покупает себе БКБ чуть ли не первым слотом. Ну, то есть, барабан и БКБ, что-то такое. И пойдет вперед. Вот просто пойдет вперед, нажмет землю. Эрспирит нажмет ультимейт. И ультимейты все сгорят. Хотелось бы что-то такое увидеть. Это команда Адроид. Ну, набрали. Интересно. Ждем саму игру. И будем делать выводы уже по ходу. Вот ради интереса. Просто сейчас посмотрю котировки, если они вообще где-то есть. Есть котировки. И вижу, что на первую карту на команду Адроид дают 1.65. Ничего себе. Дума-то, конечно, очень круто. Но настолько ли это круто, чтобы такой перевес был в коэффициентах, не знаю. Ну и очередная пауза. Я вообще не удивлен. Азия радует своими многочисленными паузами. Их так много постоянно. Они постоянно задерживают матч. Вот уже 20 минут, как игра должна была стартовать. А у нас только-только пики завершились. Ну, естественно, мы из расписания выбьемся, если не будет коротких матчей. А сейчас коротких матчей, как мне кажется, стало все-таки поменьше. Прям совсем короткие, где команда разрывает. Были такие игры в Китае. Их было немного. Из-за того, что я смотрел. Так, там ребята на чем-то своем общаются. Я, к сожалению, этот язык пока не знаю. Ну, давайте смотреть, давайте смотреть. Давайте пожелаем командам удачи. Победы им нужны и тем другим. Поэтому посмотрим. Так, ну, по линиям стандарт, да? Никаких сюрпризов здесь быть, наверное, не могло. Пугна может неплохо постоять против Пээла. Пугна может мешать ему добивать крипов. Соответственно, кто-то еще поможет из спортов. А могут вообще триплой поработать против Дарксира на первых порах. Все-таки сейчас на Дарксире не поотводишь крипов. Непонятно откуда. Поэтому придется либо на линии стоять, либо куда-то близко за Т1 заходить. В итоге Дарксира выкидывают. А у того уже вкачанная способность. Это щиток. Он пока живет. Плейхард до конца. У него есть сапог. Может быть, Дарксира уже и не кинет. Но, например, Буми кинуть через три секунды можно попробовать. Буми, Буми, Буми. Буми кидают. И здесь ТБ под формой навалит. Конечно, Плейхард фраг забирает. Отличное начало для Неон. Здорово. Ну вот, когда команда не является фаворитом в этой серии. Не является фаворитом в этой карте. Несмотря на то, что идет выше. В Адроид продолжают верить. Но Адроид стабильно в каждой серии по одной карте отдают. Очень интересно мне, как отстает Дум. Я считаю, что он обязан просто обыгрывать Эмбер Спирита. Я не вижу, за счет чего Эмбер Спирит здесь Дума побеждает. Дум берет себе отличного какого-то крипа и начинает душить просто. У него тоже есть топорик. У него есть колечко на броню. Он играет, естественно, через землю. Он всегда на ноге уйдет от Эмбер Спирита, если тот начнет его жечь. За счет своей земли. По крайней мере, тогда в Китае был разрыв в этом матчапе. И после этой игры, мне кажется, многие обратили внимание, что Дума можно пикать периодически. Все-таки азиатские команды точно смотрят китайскую доту и берут от них что-то. И это правильно, потому что Китай сейчас в новом патче, по крайней мере, играет. И, может быть, какие-то идеи могли бы и наши СНГ команды, европейские команды почерпнуть у них. Очень бы хотелось. Потому что иногда возникает ощущение, что в СНГ вообще китайскую доту не смотрят. Хотя там уровень-то очень высокий. Там средний уровень повыше, чем в Европе. Потому что в Европе, безусловно, есть Сикрет, есть там остальные команды, которые идут ниже уже на порядок, чем Сикрет. Ну, как можно говорить о среднем уровне в Европе, если только одна команда выигрывает турниры без шансов? Не проигрывая вообще карты в гранд-финалах. И в Китае, где победителей как минимум несколько было уже в лигах. А на Дота Пите может появиться еще один победитель. Там 6-7 команд, которые плюс-минус на одном уровне играют. Можно, наверное, немного выделить Вичи Гейминг и LGD. Но это, опять же, резко может поменяться на том или ином турнире. Так, ну а у нас Азия. У нас Азия, где Fnatic бесконечно всех побеждает. Fnatic тоже, конечно, сейчас, во времена онлайн-лиг, зарабатывают себе титулы, зарабатывают себе призовые. И, естественно, являются лучшей командой Азии за последние полгода точно. Вот с того момента, как закончился стандартный DPC сезон. Вернее, был приостановлен. С тех пор Fnatic лучшая командой Азии. Так, ну Doom. Doom вкачал на третьем левеле. Мне понравилось. Землю. Ой, Землю, господи. Деваур. Сразу же пошел. Есть еще одного крипа. Для того, чтобы... ...побольше денег зарабатывать. Ну вот по крипстату пока у него дела-то идут не очень хорошо. Здесь Япаш молодец. У него отличный КС. Он динает гораздо больше. Маку нужно догонять. В любом случае, Мак за счет Деваура должен держаться по экономике. Если уж не выше, то на равных точно. Так, здесь Enchantress. Но Enchantress не самый приятный геймплей здесь. Конкретно против этих соперников. Потому что... ...ее руками-то бить никто не собирается. Ее руками бить может один герой. Остальные четыре будут уничтожать ее магию. Вот, например, так. Понятное дело, что еще рано говорить о прочности Enchantress пока на третьего левела. Но я думаю, там, на шестом, на десятом, на пятнадцатом ничего не изменится. И только за счет вещей Enchantress будет способна переживать какие-то прокасты. И тут далеко не все. Если уж захотят ее, эти неспуганные, убить. Они всегда ее убьют при любых раскладах. Каких бы вещей у Enchantress не было. Два ноль. Пока в пользу команды не он. Ember Spirit старается в центре доминировать. Пока получается. С небольшим отрывом. Вот, снова Девауэр на пятом вкачан. Это круто. Это круто, учитывая, что дум все-таки статично пока стоит и не собирается никуда смещаться, в отличие от Ember Spirit. Дум это начнет делать гораздо позже. И он действительно планирует брать себе барабаны. Это тоже стандартная практика. Что в прошлом патче... Да всегда, в принципе, на Дума эти барабаны покупали. В центре, тем временем, планируется выход как раз на Дума. Пока у него земля в КД. Если Тинни и Дисраптор, вот даже так, втроем. Земля через 3 секунды появится. И Дум тоже. И посмотрим, получится, хватит ли урона здесь. Там еще щиток можно на себя повесить. Выкинули. Землю нажал. Феррифайр есть, нажмет. Команда не летит, обратите внимание. Ни один телепорт не сделал. Видимо, верят, что маг здесь соло справится. Он, конечно, живучий боец и пытается жить. И действительно выживает. Я, если честно, не поверил. Но он выжил. Саппорты, получается, не сделали. ТП зря. Хотя с саппортами можно было убивать. Таппульту съедает. Нужен крип поинтереснее, конечно, в дальнейшем. Нужен какой-то волк. Нужен какой-то медведь. Где-то попозже можно и кентавра взять. Тем временем на топе. Нападение на ПЛ, на ЦУМе. Получает прокаст. Но Пугнатини. Это очень больно. Это безумно больно. И никакой телепорт его не спасает. Причем зря потратил, получается. И это большие проблемы для команды Адроид. Они мало того, что летят уже две тысячи. Так еще и ПЛ умирает. Так еще и прийти обратно не сможет на телепорте. Придется пешком как-то добираться до линии. А ТБ за такие вещи не прощает. Он просто фармит гораздо быстрее. У него уже перевес над ПЛ почти тысячи. И ТБ пока играет именно в стиле Год Кинга. Он покупает себе три рейсбенда. Очень многие берут себе игроки. Только два. Год Кинг показал, как работают три. Сейчас, когда любой игрок в мире играет на иллюзионистах каких-то. Не важно. ТБ, НА, ГПЛ. Интимаг, например. Ладно, он не иллюзионист. Это тоже герой Год Кинга. Ты всегда с Год Кингом будешь сравнивать. Уж слишком он хорош на этих персонажах. И даже более, казалось бы, опытные какие-то исполнители во всем мире. Даже более опытные исполнители не стесняются брать... С него пример. Так, тем временем. На иопаже нападения. Ну, вот он, Дум. Дум повешен. Тут без шансов для Эмбер Спирита. Дисраптора, я думаю, тоже отсюда никто не отпустит. Тут пытаются улететь. Да ладно. Не-не-не. Конечно, это фраг. Рейдиант уже снесли вышку на топе. Теперь то же самое делают Дайер. Центральную башню сел тьмы не атакуют. Так, вот и барабаны почти готовы у Дума. И преимущество сократилось. За счет пары фрагов, за счет вышки. Ну, как-то догнали потихонечку Адроид. Игра только началась. Да, тут ни о каком быстром финале речи быть не может. Тут в любом случае игра способна быть очень продолжительной. Так, интересно, набегали сейчас. Никого зацепить не получилось. Ну и все. И ТБ уже спрятался. Он в лесу надолго. И никто его искать здесь, наверное, не собирается. Ну, кто его может найти? Кто может загангать здесь ТБ? Ну, дум при удачных раскладах с ультимейтом разве что. И то с кем-то, и то найти надо. И то все-таки надо напасть и зацепить для начала. Я думаю, ТБ в безопасности. ПЛ, в свою очередь, тоже может стоять исключительно в лесу, фармить там. Но ПЛа при желании убить в лесу легко. Опять же Эмбер Спирит плюс саппорты, плюс Пугна, неважно. Так, здесь Дум. Вообще не лучшая цель для нападения. Энчантрис гораздо проще. Но цепляют два их, и Дарксира убить будет здорово. Дарксир точно минус. Дальше можно как-то разбираться с Энчантрис. Магией надо. У Дума пока нет ультимейта. Не будет еще целых 7 секунд. Он очень хочет повесить ультимейт свой на Эмбер Спирита. Эмбер Спирит пытается уйти. Запрыгнул на ХГ. Дум. Все, есть ультимейт. На Тинни точно тратить не хочется. Поэтому он не будет, наверное, нажимать его. Там земля теперь. В КД. И больше никого не догнать. Тинни просто всех остановил. Как-то у команды Адроид здесь ничего не получилось. Сами при этом героя потеряли. А у Нион все здорово. У Нион продолжает фармить ТБ. И сейчас ТБ гораздо быстрее фармит, чем ПЛ, как мне кажется. ПЛ купил себе один Блэйд. Убьет он этих Хэншентов. Большого прям еле-еле. Очень долго. ТБ опережает уже на тысячу. Недавно было чуть поменьше. После убийств снизу. После вышки. Сейчас снова тысяча. А здесь тем временем нападение на Тарксира. Ой, как легко. Как же легко они с прокаста выключают цели. Причем любую цель они так убьют. Пока нет каких-то защитных предметов. Пока нет БКБ. Пока нет пайпов. Но вот я смотрю. Не вижу у Тарксира в планах пайп. У Дума. Пока тоже не вижу. Дума будет Блэкинг Бар. Сколько раз еще Тинни плюс Пугна кого-то взорвут. Ведь там немного надо. Тинни повесил. И Тинни дал два каста. Если не хватит. То Бласт самого Пугны. Уже точно накроет. Как-то мы не видим в деле Эр Спирита. Под Дарксиром. Под щитками. Не видим его врывов. Тинни гораздо пока полезнее. Вот намного полезнее чем Эр Спирит. 1-2-1 играет. Земель. А 3-0-1 играет Тинни. Тут даже статистика об этом говорит. На топе. Дарксир. Дубль 2. Понимаю. Только что умер. Умер снова. Не пошла игра у Дарксира? Не знаю. Пока этот герой абсолютно не смотрится. Нечантрис ловит тем временем. Нечантрис посложнее убить. Пока Пугны с Тинни рядом нет. Но не подходит. Вот это хорошо. Это дум на Эмбер Спирита. Он просто уходит пешком. Тем временем Мака будут избивать. Больше людей здесь. Получается команда Неон. Буми тоже может погибнуть. Буми не укатывается далеко. Буми бьют здесь всей толпой. Много урона конечно получили герои Неон. И Эмбер Спирит все-таки погиб. Но двоих в ответ потеряли Адроид. При том, что сами Адроид нападали. Но опять не лучшим образом размены происходят. И у Дарксира очень плохой Нетворс. Ну прям ужасно. У него 3700. У Тинни столько же. Круто, что дум богаче Эмбер Спирита. Но это несложно сделать. Достаточно девауэр. Просто по кд максимального левела прожимать. И тут хочешь не хочешь дум будет выше. Он не фидит. Он там где-то в убийствах участвует. Самого Эмбера убивают. И все. И посмотрите. Смог прожимает Радиант. Они знают, что дума в данную секунду нет. И можно выходить куда угодно. Они скорее всего убьют. Вернее, не погибнут просто. Как в прошлом эпизоде. Ультимейт. Дистратор неплохо. На дума не хватает дэмэджа. Амдум все-таки выжил. Теперь думают, как убить Гуми. Приходят даже с кем. С кем, с кем. Прикольно получилось. С кем как-то умер. Очень странно. Размен пока один в один. Тем временем Дарксир выживает. Тинни не выживает. Адроид начинает выигрывать драку. И здесь остается очень хрупкий герой. Его тоже добивают. Минус Дистраптор. И минус 3. В этот раз не он уже ошибается. Нападают первыми. Какие же качели туда-сюда? Как здесь вообще какие-то преддикты делать? Согласитесь, это ненормально делать преддикты. В такой игре. Тут столько разных нюансов может быть. Та и другая команда здесь легко может выиграть. За счет бесконечных ошибок оппонентов. Что ошибаются и те, и другие. Куда-то лезут. Считают, что они сильнее. А в итоге натыкаются. На теплый прием. Больше героев теряют. Чем те, кто защищаются. 10-6. У Пэлла тем временем диффуза уже есть. У ТБ тем временем. Та самая сборка. С Энджин Яши. Но дальше он решил купить себе БКБ. БКБ, наверное, лишним точно не будет. Это все-таки такой артефакт, который ты хочешь видеть практически в любой игре. Пусть будет, как говорится. В Буме. Весел там на подходе. В любом случае, достаточно нескоро он будет. Упуглен. Стандартный набор вещей. И снова. И снова выход на кого? На Дарксира. Естественно. Ну, вот так, например, это и происходит. Полсекунды Дарксира нет. Можно крипа попробовать добить. Прям совсем в идеале. Что-то добьют. Еще плюс 200. Ну, вот, пожалуйста. 200. И 3 с небольшим сотки. Из-за ДСа полтыщенки. При этом очень немного ведут не он. Видимо, что... Когда речь касается каких-то массовых файтов. По-разному может происходить. Зависит от того, кто нападает. Какие скиллы есть. Не на КД. Думаю себе... БКБ несет уже. БКБ круто. БКБ очень круто. Теперь его убить с прокаста будет тяжело. Если, конечно, он не забудет БКБ нажать. И Тинни там первым не нападет. И сразу же под этот БКБ выходит Адроид. Выходит даже с ПЛом. Хотят кого-то найти. В идеале найти ТБ. В идеале найти как минимум Эмбер Спирита. Ну, точно не Дисраптора условного. Этого будет маловато. Ну, хотя бы вышку. Можно просто навалиться на вышку. Спушить ее. По итогу залетел куда-то Эр Спирит. Стоял, патрулировал. Его нашли, убили. И все. Команда ни вышку не снесла, не убила никого. И вынуждена отступать. Опять тот, кто пытается играть более агрессивно, не получает ничего. Уже хочется посмотреть на эпизод, где команда, которая толпой нападет, просто нажмет смок, реально получится этого какой-то профит. Пока никакого профита нет. ДБ все-таки решил купить себе Монта Стайл. Ну, классика. Монта Сэндж. Дальше когда-нибудь Алибарда. БКБ будет позже. Вот он, Дум. Вот он, Дум на ТБ. Но тут достаточно быстро его догнать нужно обязательно, этого ТБ. Догоняют. БКБ нажимается. Начинает гореть Радиант. Сильно горят. Эр Спирит плюс Дум со своей землей работают. Посмотрите, какой урон туда проходит. Плей Хард тоже минус. Двоих убили. Рэпи. Рэпи. Рэпи выхиливается. И тут уже Радиант попытались кого-то убить. Получилось убить Дума и Эр Спирита. Это не конец. Там Байбэк один прожали. Неон для того, чтобы все-таки кого-то еще зацепить, догнать, не отпустить. Что-нибудь сделать. Япаш. Интересно, он напал, конечно. Урон нанес. Но теперь без мана остался. ПЛ. Прикольно. Нормально напали. И кто у нас в Плюсе в итоге? Тут вообще можно быть в Плюсе, когда ты нападаешь? Вот так. Три в три. Плюс Байбэк. Там и для тех, и для других практически одинаково все прошло. Здесь не хватило Тинни уже с прокаста урона на убийство энчандрис. Эр Спирит. Выживет Эмбер. Пытается Эр Спирит до конца за ним. Тут уже Тинни. Тут уже Тинни. И Эр Спирита нужно уходить. Тинни его перехватывает. И Буми ошибается. Он очень хотел заработать этот фраг на Эмбере. Не получилось. Какое же место? Прямо жаришка у нас на первой же карте. 20 минут. Такое чувство, что ничего не произошло глобального. То есть смотришь на Этнетворсты, но они практически равные. Ни у кого преимущества большого нет. Просто 20 минут месилого какого-то. Фрагов приличное количество сделали. Хороший драться. И так жара на улице. Интересно, есть места вообще в России, где сейчас холодно? Что-то в данную секунду аж туда захотелось. А не здесь, где 35. Тем временем убивают Дарксира в очередной раз. У Дарксира прям смертей очень много. Топ-2 он по этому показателю своей команде с конца. Эр Спирит умирал больше. Но тут хотя бы врывается куда-то. Да, Дарксиры просто находят и убиваются. Насколько вот так легко с прокаста. Рошан до сих пор стоит. Дум планирует брать себе Шиву. Забавно, конечно, что на этом герое как-то вот один билд придумали себе. Игроки БКБ, Блинк, Шива, Барабаны, Фейзы. Ну вот что-то такое, да. И не отходят от него. Мне кажется, Дум такой гибкий персонаж. Вот на нем столько можно интересных билдов придумать в зависимости от ситуации. Можно играть через... Я не знаю, какие-то командные слоты по типу Пайпа, Кримсона, если это нужно в той или иной ситуации. Можно про Аганим всегда вспомнить, если там есть что отключать, например. Здесь Аганим, понятное дело, не особо нужен. Мне кажется, думаю, можно как-то даже в ДД переодеть при желании, с хорошим крипом. Но сборка одна и та же. Две тысячи за неон. Ну опять, две там, одна, две, одна. Посмотрите на эти графики. А, ну три уже, ладно, ближе к четырем даже. Ну это максимальное преимущество, которое было на карте. До этого две тысячи был потолок. По экспе ведут ребята побольше. По левелам тоже видим. Все у них покруче. Но на самом деле ключевой момент может очень скоро наступить, как только пройдет еще одна какая-то полноценная драка с участием десяти человек. Потому что в случае Закидона в такой драке Адроид просто лишатся, ну, во-первых, возможности Аегис забрать. Во-вторых, парочку-то два вышек можно будет потерять. Все-таки с ТБ там и с Пугной достаточно быстро можно спушить. А то и пол хайграунда. Япаж. МКБ уже есть. Приятно. Сатаник. Все-таки сатаник. Ну, действительно, это та самая сборка Буткинга. БКБ для слабаков. Да все правильно. Дум. Все-таки повесили. Зато куда? На иллюзию Эмберспирита. Замечательно. И можно контратаковать. Можно наказывать за эту команду Адроид. Или. Или. Ну, дамеджа пока не хватает. Туда бы Думу забежать под землей. Да, вот теперь урон есть. И с Раптора пытаются быстро зафокусить. Но сам маг погибает. Маг погибает. Вот ТБ просто руками избил. Вот это вошел туда Думу. Не хватило. Как-то даже уже физической. Какой-то защиты. Тем временем Эмберспирит. Ловят его. Здесь Тинни здорово. Двоих. Засыпал. И теперь ТБ просто нужно бить. Вот просто до кого-то дотянуться. И побить руками. Одного побил. Не дотянулся. Второго побил. Только сейчас забрали. Никого при этом не потеряли. Не он. До сих пор. Ну тут огромный, конечно, плюс для команды Неон. Они развели Дума на байбэк. Они убили еще одного героя. Самого ультимейта у Дума нет. Все-таки мидер. Кто-то сейчас сильно потерял в экономике. Так. Мечандрис. Вышла. Зря вышла. Сразу же погибает. Дум тоже забежал. Снова земля. Снова щиты Дарксира. Периодический урон. Там Тинни, скорее всего, не выживет. Здесь Раптору тоже нужно отступать. Эмберспирит, правда, подходит. И команда разворачивается. И продолжает сражаться. Такой хаос здесь, конечно. Так много иллюзий. Живет Пугна. Без мана остался. Но что поможет? Кто-то нет. Ну кто-то поймайте, наконец, ПЛ. А помешайте добить Пугну. Команда вообще в разных местах вот таки оказалась. Все забили своего оффлейнера. И адроид сумели пару убийств все-таки сделать. Но они на два... Они два байбэка потеряли. Вот это огромный минус. Сейчас адроид сверх необходим Айгис. И они пойдут. Они пойдут. Они понимают, что оппонента нет формы на ТБ. Как вам Рошан Дэмэдж? По-моему, не самый... Серьезный? Еле-еле прям Рошана пробивали. А там... Уже Пугна скоро появится. А значит, нельзя бить Рошана. Значит, в другой раз. Ну в этом еще проблема. Очень своеобразный пик. Энчантрис. Я не могу сказать, что она прям сверхполезна здесь. Или просто полезна. Она есть. Да и ладно. Как-то против Эмбер Спирита. Не знаю. Тем временем. Убили Энчантрис. Дум. Не может замахнуться. Замахнулся. Развернулся. Убежал. Нажал БКБ. БКБ в итоге минус. Герой один минус. Блейхард. КД у него был блинг. Мог, наверное, еще кого-то попробовать зацепить. Не будет там КД. Ну и можно отступить. И забрать Айгис себе. Потому что форму-то уже прожали. Вот здесь Рошан дэмэдж гораздо внушительнее. Особенно если все подойдут. Андроид нужно смириться. У них нет шансов. При этом они идут. Они очень хотят. Дум остался. Это они реально хотят. Ой, здорово. Как Тинни здесь двоих цепляет. Минусер спирит моментально. Тут успел ультануть. Теперь Дум пытается уйти. У которого БКБ в кулдауне. Да нельзя его отпускать. Нужно бежать до конца. Там Глимс будет через пару секунд. Вернут, если что. Пытается жить маг. Берет Сибирикен. Но его вернули и убили. Ну круто. Еще пару киллов делает Неон. Минус Т2. А не хайграунд ли это? Учитывая, что Дум мертв. Похоже ведь на ХГ. Надо стоять и ломать. Хорошо. Стянул Дарксир. Поставил стену. У Схема есть Сатаник. Если что, он никого не боится. У Эмберспирита есть Аегис. Просто миллиард иллюзий дерутся друг с другом. Не пошли до конца. Чего-то испугались. Ну ладно. Нет формы. Форма слишком важна, наверное, при пуши. ТБ не нужно идти в контакт. Не нужно там вышку бить в мели. Там всегда может кто-то напасть. Можно без маны остаться. Хотя так ли это опасно? Сатаник нажал. Да стойся. Дерись. Ну ладно. Естественно, играют не он. Осторожно. Им зачем рисковать? Им главное 2-0. Здесь не отлететь. Тихонечку набирать поинты. Выиграет сейчас карту. Получит 1 очко. Если выиграет. Естественно. Здесь еще все может произойти. ПЛ достаточно раскачанный. Там слоты появляются. Думаю бы еще действительно какой-то контроль дополнительный взять. В команды все-таки контроля в целом немного. Нужно эту проблему как-то решать. Учитывая, что ЛТБ там или Барда Сатаник, тот в принципе в контроле практически не будет стоять. 23-11. Вроде немало киллов. А вроде и тотал пока не бьют. Сколько там интересно сейчас стандарт. Для азиатской лиги. 46, 47, 50. Башер у Фантом Лансера. Башер круто. Ну, нужен Эбисол. Одним башером сыт не будешь. Ну и не он. Можно ведь поддавить. Ну, а Эгис есть. Можно где-то попробовать развести... На Дум в Эмбер Спирита, например. Ну, это было бы идеально сейчас. Пока Эгис действует. Нет, когда герои не бьют, иллюзии пока вообще урон не наносят. УТБ по вышке, по крайней мере. Очень скромно. Так, Дум в ТБ. Вот это правильно. Это очень правильно. Правда, там Дисраптор ловит всю толпу. Эмбер Спирит также приходит. И Дайр тоже там много дамеджа получает. Но не хотят отпускать. Не хотят отпускать ТБ. Нужно Пугни поработать. А, вот так. Все. Там Дум закончился. Сразу же Сандра. Сразу же Маг погибает. Не успели убить. Извините. Там контроль практически не работает на этого ТБ. И снова без Дума. Без Дума сражаться. И без Т2 обороняться. Ну, в этот раз форма есть. В этот раз ТБ может себе позволить зайти вот так. И по-хорошему так в вышку пробить. Так, минус Т3. Там Тинни далеко запрыгнул. Никого выкинуть не смог. Есть Глип. Из хороших новостей. Неужели ребята отступят? Отступят. Форма заканчивается. А Егиса больше нет. Такой первый большой шаг сделали. На Птик Победе снесли Т3. А может быть сейчас получится Драку выиграть. Как-то без шансов. ТБ просто теперь гоняется за людьми. Там ворвался Дум неплохо. Но это все, чтобы убить одного Тинни. Тинни убили. Хотя бы Пугну бы еще забрать. Нет. ТБ сражается. Эмберс пересражается. Остается без маны. ТБ просто бьет. Ему здесь нет смысла куда-то бежать. Вот ему либо бить, либо, не знаю, улетать. Убили Энчантрис. Он остается один. Вот теперь пытается улететь. Ну сбейте, сбейте чем-нибудь. Есть. Есть. И вот вам камбэк. Что Даник нажал и сражается. Тут опять миллиард иллюзий стоит с другой стороны. И теперь Адроид выигрывает Драку. Проигрывают по экономике, но выигрывают Драку. По экономике камбэка. Четыре тысячи заработали. Пятера просто в графике. В пользу Адроид смарно. Как вот это прогнозировать вообще можно? Честно смотришь, насколько же Фнатик на дистанции сильнее любой команды в Азии. Там Фнатик любит только позакидывать. Вот прямым текстом прям позакидывать. Либо проигрывают они карты, когда пикают откровенную чушь. Они бывают, могут себе позволить такое, что-то попробовать. Или Айсайсай скажет, я вот на этом хочу. Мне вот этого, пожалуйста. Ему дают. Он там может закинуть на этом героя. Ну и норм. Мы все равно на первом месте. Правильно в группе идем. Нам что бояться. Там только Сэвэджи не дают играть, мне кажется, на том, на чем он хочет. Тому дают. Молодой, давай, потей, старайся. Ты должен нам игру выиграть. Остальные могут тебе все что угодно позволить. Ну а здесь то одни ошибаются, то другие, то снова первые. Согласитесь, тут очень много Каких-то не самых лучших действий. С той, с другой стороны. Надо что-то придумывать. Надо играть как-то в макро получше. Правильные решения принимать. До конца не смогли отступить. Как получилось так, что пятерых потеряли не он? Вот они ведь, наверное, кто-то могли уходить. Если посчитали, что нет ресурсов, если посчитали, что дальше на хайграунде нельзя оставаться, значит, надо было уходить полноценно. Если уж кого-то зацепили, ну уходите остальные. Особенно ТБ. Брось ты тиммейтов. Ты без формы, вам нечем драться. Они остались все. Пятером погибли. Ну и вот 3000. Я не представляю, как коэффициенты могут меняться в такие моменты. Команда ведет 11. Базу начинает сносить. В итоге в один миг, просто за 30 секунд. Соперник отыгрывает все. БКБ у Дарксира. Конечно, здорово. Ну хватит ли этого? БКБ у Дарксира. Что-то в этот раз надолго пауза у нас. И поехали. Или не поехали. Поехали. Ну что ж, ждем следующего Рошана. Здесь как-то 35 минут прошло, а конца края этой игре не видно. Тут все очень долго может еще происходить. Кто-то опять будет лидировать много. Потом так же закинет и... Минут 20 можно еще дотку посмотреть. Ну и фрагов нам команды принесут много. Брисперед. Интересная какая-то сборка. Радианс поздний. Шива. Может поменяет еще? А там 20 секунд, кстати, до Рошана. Тут варды предварительно ломаются. БКБ на земель. Вот это круто. Это, кстати, очень круто. Сейчас БКБ. Раз, два, три. ПЛ на слотах. ДПС уже внушительный. Важнейший файт. Рошан появился. Сыр у него есть. Осталось только дождаться нападения с одной из сторон. И там БКБ просто улетает на топ. Отпушит линию. Потому что там Т3, кстати, просела. Серьезно. Тут еще две катапульты было. Ну вот на две трети вышка просажена. Хотят не он. Очень хотят сделать фраг до того, как зайдут на Рошана. Их можно понять. Потому что если в Рошпит зайдут все герои справа. Ну вот просто под щитами. Роспирит с ультимейтом. Дум под землей. Это реально очень больно. Там еще... Шива появилась. Может, Смолк тогда. Кого-нибудь дождемся. Есть у Дайр. Нажимают. Пошли. Тини, конечно, не лучшая цель. Не тот герой, которого хочется убить первым. Давайте вот эту таблицу откроем. Она поважнее. Ой, как много байбеков у Рэддиант. Как мало байбеков у Дайр. Только у Дума. И в случае ошибки... Хотя ладно, там денег не хватает. У Дарксира уже есть. Ну да, там копейки. Все. О чем я? Есть байбеки. Жить можно. Дисраптора, кстати, скоро гоним. Понял. Никогда. Ну так, на третьем Рошане можно. На что-то надеяться. На что-то надеяться. Тишина, конечно В игре Полчаса месились Каждую минуту просто Какие-то фраги происходили Уже 5 минут ничего не могут придумать И вот так у нас все начинается Тинни был на хайграунде Сейчас вроде жив-здоров Но нападают на Пугну Пугна ничего сделать не сможет, это беда Пугна моментально выкупается Там расстреливают Эрспирита Эрспирита убили, дальше Бока бьют Бока бьют, там параллельно убивают Тинни Такой размен 2 в 2, но Радиант выкупились Они возвращаются в файт Они очень хотят теперь убить Дума Дума убьют И ПЛ продолжает разрывать людей Еще одну цель убил, но теперь остается один Против всех На Цуме нужно как-то уходить отсюда Нужно придумывать байбек от Дарксира Видимо попытка будет Спасти как-то ПЛа, просто суржом его ускорить Иначе без ПЛа будет трудно ПЛа байбек, если что, есть Но он тут разводит как может Очень интересно напал А что это было? Я вот стесняюсь спросить А что это было в исполнении на Цуме? Почему он... Что... Зачем он вернулся? Куда-то ворвался? Он же мог ну хотя бы там Как-то помансовать Отойти еще У него пол хп оставалось У него там ни сатаника нет какого-то Чтобы вот так ворваться в человека И отхилиться на фул Странно Теперь он просто выкупился Видимо цель была Побыстрее отъехать Нажать байбек И быть фуловым И быть готовым Сражаться за Рошаной И забирать себя Егис Но если это такой гениальный план То вопросов нет Я не попытался Выкинуть цель Но это была Энчандра Всего лишь Иту не убили Просто война иллюзий Эрспирет Ворвался Ультанул Ой как хорошо здесь Дисраптор всех поймал Там половина героев БКБ Пытаются рэпи добить В этот раз не получается Быстро это сделать С кем сражается С кем сражается Есть ультимейт Он без формы Он без формы Поэтому бьет не так круто Тем временем убили пугну Вразмен на дума Оба героя выкупались Дисраптора также убивают И гонят Гонят сейчас Энчандрис Энчандрис тоже убивают Еще одну цель ловят Ой-ой-ой Дарксир ИПЛ ворвался ИПЛ бежит Спасать команду Ну смотрим как у ПЛа получится Эрспирет тоже рядом С кем? Очень больно теперь ему Опять бесконечная иллюзия Идти не засыпал Хорошо И теперь видно Где настоящие ПЛ И ПЛа убивают Без байбека Ой-ой-ой-ой-ой Эрспирета убивают тоже Энчандрис Ой, Дарксира убивают тоже Я бы время не тратил На месте команды Неон Я бы просто пошел пушить Потому что Есть форма Игру надо заканчивать Пока нет ПЛа, Дарксира и Дума У них слишком много времени для этого Вот она Рапира покупается Все для того, чтобы сейчас нажать Форму И пойти в трон И Неон близки к тому, чтобы выиграть Эту карту И все, они пошли Есть Глиф Хорошо Пару секунд выиграли А Дроид Посмотрите С какой скоростью Все падает Я не верю в то, что Энчандрис Перед двоем справится А Дум просто уже не появится В этой игре И да Дроид сдаются Они все поняли 1-0 Неон Все-таки Одерживает победу В этой карте Ну согласитесь Такая она прям Странной получилась эта игра Очень много Как мне кажется Неоправданных каких-то ошибок С той и с другой стороны У Адроид их было побольше Именно поэтому они карту и проигрывают Но они Поздравляем Они были аутсайдерами В этой карте При этом они Победили Дожали У них пик был Гораздо как-то проще И более метовый Справа У меня остаются вопросы По паре персонажей Ну я думаю Адроид сами Сделают какие-то выводы Уйдем на перерыв Вернемся ко второй карте Далеко не уходить Продолжение следует...